Многие заканчивают учебные заведения и не могут найти работу по своему диплому, по специальности. Заниматься воспитанием молодежи в патриотическом направлении, трудоустроить их безработную часть, а также активно оберегать их от влияния нетрадиционных религиозных сечений. Об этом сегодня говорили на Совете Молодежи. От нынешней сейчас 7,5 центов тоже составляет, до 8-8,5 центов ожидается увеличение. Уборка урожая в разгаре. Пока лучшие по урожайности Мартугские, Каргалинские и Хромтауские районы. Через онлайн регистрировать авто. Сотрудники госкорпорации и правительства для граждан проводят в октябре акцию информирования автолюбителей. Главным поводом для оповещения послужил переход регистрации авто и замены водительских прав посредством онлайн-портала. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Сегодня состоялся расширенный Совет Молодежи при Акиме области Жастары Бельсинды Ельден Балашага Жаркын. В мероприятии приняли участие члены Совета, руководители учебных заведений, представители комитетов городских и районных высших учебных заведений и организации технического и профессионального образования. На сегодня в Октябрьской области количество молодых людей составляет более 208 тысяч. Из них 170 тысяч работают. Остальные являются студентами и школьниками. На Совете было отмечено, что самый важный момент, который необходимо решить, это безработица среди молодых людей. Среди молодежи это главная проблема, это трудоустройство. Безработная молодежь. Многие заканчивают учебные заведения и не могут найти работу по своему диплому, по специальности. Здесь мы уже проводим именно консультационную работу. С центром занятости проводятся ярмарки, вакансии. Туда мы приглашаем такую молодежь, где они получают полную информацию о всех государственных программах для молодежи. Например, молодежная практика. Жасл-Ель могут, например, себя реализовать, работать. С дипломом в село, например. И другие виды программ. Высказались и члены общественного совета. Они занимаются воспитанием молодежи в патриотическом направлении, в связи с чем необходимо усилить связь со старшим поколением. Глава региона, в свою очередь, затронул вопрос развития предпринимательства в молодежной среде. Сейчас в регионе молодым людям выдают гранты для развития своего дела посредством проекта «Жас Проджект». Бердебек Сапарбаев отметил, что поддерживает такие идеи. 165 молодых аксюбинцев уже получили гранты на реализацию своих идей. Это различного характера проекта. Там есть учебного характера. Есть в сельской местности, связанные именно с продуктами сельского хозяйства. И потом очень отрадно, что наши молодые люди очень большое внимание уделяют именно малообеспеченным семьям. Потому что у нас очень много... Ну, есть такая категория, которые не могут, например, учиться в школе. Для них они организовали учебные центры. Есть такие проекты. Помимо этого, по характеру сельская местность, они организовали, например, продукцию, чтобы выпускать молочную продукцию и так далее, и другие виды. То есть работа ведется со всей категории молодежи. Потому что здесь, как я сказала, от 14 до 29 лет, это, во-первых, школьники. С ними проводится профориентационная работа, чтобы в будущем, когда они старшие классы, правильно выбирали профессию. Ахтота Улжанова вместе со своим научным руководителем и сокурсником разработали социальный проект. Речь идет об экзоскелете. Устройство должно помочь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Наша цель – разработать отечественные экзоскелеты. В других странах есть аналоги, но они стоят с высоко добавленной стоимостью. Наша цель заключается в том, чтобы этот экзоскелет, он будет обхватывать человека, поддерживая его, также дает возможность самостоятельно сесть, ходить, то есть автоматически повторяя естественный паттерн ходьбы. Также одной из важнейших задач является проведение идеологической работы. Требуется уберечь молодежь от влияния деструктивных сект и адептов нетрадиционных религиозных течений. В частности, Аким вновь просил вести профилактическую беседу с молодыми людьми. Открыто говорить некоторым верующим о необходимости снять одежду в хиджаб черного цвета и отстричь бороду. Реза Цакива, Сергей Калашников. Программа «Факт». Районы-лидеры по сбору урожая – Мартукский, Каргалинский и Храмтауский. А причина в том, что местные сельхозформирования соблюдают агротехнические мероприятия, применяют породы, удобрения. Уборочной работой в разгаре уже убрано более 225 тысяч гектаров урожая. Это примерно 7,5 центнера с гектара. Такие данные озвучили сегодня в областном управлении сельского хозяйства. Применение порог, внесение удобрений – это все влияет. Так, необходимо отметить, что у нас в текущем году посевы были поздние и ранние. Ранние посевы, они в основном, получается, под влагу не попали. Вот поздние посевы, сейчас как раз осадки выпадали в августе месяце. И за счет этого ожидается увеличение урожайности от нынешней, сейчас 7,5 центнеров тоже составляет, до 8-8,5 центнеров ожидается увеличение. 77% актюбинцев готовы лично бороться с коррупцией. Такие данные приводит областной департамент по делам госслужбы в социологическом исследовании. Сотрудники департамента провели опрос среди тысячи жителей Актубы и 12 районов области. Результаты исследований показали, что большая часть актюбинцев выступает за массовое использование электронных форм обращения по поводу коррупционных фактов. В рамках социального заказа совместного управления внутренней политики департамента агентства Республики Астам по делам госслужбы и противодействия коррупции по Актюбинской области вы проведены социальный опрос. В опросы участвовали 12 районов области, а также город Актубе, приняли участие около тысячи респондентов. Согласно опросу, 77% жителей Актюбинской области готовы внести личный вклад в противодействие коррупции. То есть, если столкнувшись с коррупцией, они обращаются в правоохранительные органы или соответствующие государственные органы. Как показал опрос, чаще всего с проявлениями коррупции респондентам приходилось сталкиваться при взаимодействии с дорожной полицией, налоговыми и таможенными органами, а также при получении медицинской помощи и в вузах. Главной причиной коррупции, по мнению 71% Актюбинцев, заключается в недостаточном строгом наказании за это преступление. Почти половина из опрошенных также считает основным фактором коррумпированности, отсутствия общественного контроля за сферами гослужбы, наиболее подверженными взяточничеству. Сотрудники госкорпорации правительства для граждан проводят в Актюбе акцию информирования автолюбителей. Главным поводом для оповещения послужил переход, регистрация авто и замена водительских прав посредством онлайн-портала. В течение нескольких дней представители госкорпорации будут посещать городские авторынки СТО и ЦОНы и информировать о новых возможностях портала egov.kz. Мы сейчас проводим акцию в автосалонах, авторынках на территории спеццонов, значит через онлайн регистрировать авто и получить водительские удостоверения. При получении водительских удостоверений, либо регистрации авто, необходимо электронно-цифровой подписью нужно и регистрировать через онлайн готовые документы только в спеццоне. По информации госкорпорации, для получения данных услуг онлайн гражданам нужно будет создать электронно-цифровую подпись и после авторизоваться на портале egov.kz. Ввести информацию о продаваемом авто, отправить запрос на проверку наличия штрафов, налоговых задолженностей и техосмотра. После этого покупатель сможет ознакомиться с заявкой в своем личном кабинете на портале электронного правительства. Далее он сможет перейти к оплате госпошлина за номерной знак, регистрацию транспортного средства и свидетельство о регистрации. Покупатель подтверждает смарт-сделку своим ЭЦП и ему останется только проехать спецсон за номером авто или заказать номер на дом. Вы смотрите программу «Факт». На Рик-ТВ мы продолжаем. В скором времени стартует кампания по прикреплению населения городским поликлиникам. Ежегодно она проводится в период с 15 сентября по 15 ноября. Воспользоваться услугами амбулаторной помощи пациенты смогут с нового года. Если по определенным причинам житель не был удовлетворен услугой новой поликлиники, то ему дается еще одна возможность изменить поликлинику. Кроме того, человек, поменявший место жительства, несмотря на период кампании прикрепления, может прикрепиться к поликлинике, находившейся по месту проживания. Выбор пациента стоит на первом месте. Жители города смогут прикрепиться в любую поликлинику, которая оказывается в городе первичной медико-санитарной помощи в рамках КОБМП. Но если поликлиника расположена слишком далеко от места проживания пациента, то он не сможет вызвать врача на дом. Он должен сам пойти в поликлинику. Начинается самая активная пора консервирования грибов, овощей и фруктов. Медики еще раз обращают внимание хозяек на необходимость строго соблюдать технологии консервирования. Любое нарушение процесса и дальнейшее употребление такого продукта может стать причиной ботулизма. Осень – то самое время, когда практически на каждой кухне стоит аромат баклажанной икры, томатных приправ, жареных кабачков и маринованных перцев. Использовать урожай по максимуму старается каждая хозяйка. Но в домашних консервах может подстерегать опасность, если при заготовке допущены ошибки. Ботулизм – вот главный бич любой консервы. Профилактика ботулизма – это тщательная обработка продуктов, которые подлежат консервированию. Также тщательная дезинфекция банок, крышек перед консервированием. Размножение возбудителя ботулизма происходит при отсутствии доступа кислорода в закупоренных банках, причем внешних признаков нет. На вид продукт кажется пригодным к употреблению, но уже через пару часов наступает рвота, боли в животе, тошнота. Это первые признаки ботулизма. И лучше не рисковать, и незамедлительно вызвать скорую для введения противоботулической сыворотки. Только в этом случае можно избежать летального исхода. Для снижения рисков заражения врачи также рекомендуют хранить консервы в прохладном месте, холодильнике или погребе. Для разрушения ботулина токсина перед употреблением консервы телесообразно подогревать при температуре 100 градусов в течение 30 минут. Также хранить домашние консервы, валеную рыбу, нужно в условиях охлаждения, в погребе, в холодильнике. Малейшие вздутие крышки консервы – это уже причина для категорического отказа от употребления в пищу содержимого данной банки. И еще, что очень важно, любые банки со вздутыми крышками должны сразу отправляться в мусорное ведро. Не стоит жалеть потраченных у плиты усилий. Куда важнее сохранить жизнь и здоровье членов семьи. Ирина Гудь, Смирлана Манжулов, программа «Факты». Актюбинцы владеют казахскими и русскими языками на одинаковом уровне. На сегодняшний день этот показатель составляет 93%. Когда еще несколько лет назад жители области больше говорили на русском языке. О реализации языковой политики рассказала сегодня руководитель профильного ведомства Гуляим Талибаева. Все больше актюбинцев овладевают государственным языком. На это влияют различные аспекты. Так расширяется сфера применения государственного языка. Контент на казахском языке в средствах массовой информации. Выпускаются журналы и программы для детей. Проводятся исследования. На 33% чуть больше чем за 10 лет выросла доля документа оборота госорганов на казахском языке. Сегодня этот показатель 97%. По результатам социолингвистических исследований доля населения, владеющая государственным языком, стабильно растет. Доля взрослого населения, владеющего госязыком, составляет 93%, русским 93,8%, английским 26,6%, тремя языками 18,8%, доля представителей других этносов, владеющих государственным языком, 45%. Рассказал руководитель областного управления по развитию языков и о том, что у актюбинсов, мечтающих освоить государственный язык, есть возможность изучать его, не выходя из дома, на сайте Телек Тубеки и Зет. Созданы все условия для изучения государственного языка взрослым населением. Центр по обучению языкам охватил курсами казахского, русского и английского языков около 14 тысяч человек. Разработана дистанционная система обучения госязыку по разным уровням. Единственный недостаток такой системы в том, что здесь не выдают сертификата. Но это очень удобно для тех, у кого нет возможности ездить на занятия в центр. Жители области стали грамотнее. По данным чиновника, курирующего развитие языков, из года в год уменьшаются правонарушения в сфере языкового законодательства. Это стало возможным благодаря проводимым анализам, круглым столам, семинарам со всеми заинтересованными органами. К тому же в области создана полная научная основа для формирования национального аномастического пространства. Со дня обретения независимости 146 и 167 названий населенных пунктов возвращены исторические наименования. Оселькин Жалин и Сергей Калашников. Программа «Факт». Управление по развитию языков презентовало детский разговорник «Я говорю на трех языках» и познавательный сайт «Куншуак». Презентация состоялась в областной научно-универсальной библиотеке Мнебайшева и была приурочена ко дню языков народов Казахстана. Для детей дошкольного возраста примерно 5-6 лет. Туда входят 10 тем. Изучаются разные лексические темы, например, приветствие, правила дорожного движения, транспорт, коммуникация, познание, творчество, общество. В мероприятии приняли участие представители областного управления, городского отдела образования, методисты дошкольных организаций, преподаватели казахского и английского языков. Как отметили организаторы, разговорник «Я говорю на трех языках» будет выгодным проектом в рамках перехода на трехязычие. Первая часть этого разговорника уже выпущена и сегодня у населения уже есть спрос на издание, что подтолкнуло команду разработчиков на создание второй части. Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что вы также можете ознакомиться с нашими новостями на сайте река-тв.киезе. Я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова